здравствуйте приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим о картофеле потому что август месяц это время когда наш картофель уже как видите начинает увядать он же начинает созревать его пора приходит пора уборки что необходимо сделать чтобы мы убрали картофель качественно он во первых был и он хорошо хранился вот именно в августе месяце все это можно сделать ну и еще раз немного повторюсь что по картофелю что сорта бывают ранние средние позднее ну и конечно срок созревания в августе месяце созревают ранние сорта в начале сентябра созревают средние сорта а уже к концу сентябра уже приходят созревают не созревают но их приходится выкапывать поздние сорта что необходимо помнить ну уже ботва такая пожухлая вы уже видите здесь в ролике она начала жухнуть значит уже картофель начал созревать он начал созревать но еще в эту пору идет большой отток питательных веществ из-за этой вот листвы увядающая из этих стеблей и шоу клубни из-за этого они очень хорошо нарастают ну этот процесс можем ускорить это раз и во-вторых мы можем сделать клубни более полновесными потому что в эту пору бывает и фитофтора который может за один день так уничтожить помощь у нашу посадку она прочернеет для того чтобы поток веществ шел более продуктивно в нашей клубни мы сделаем следующее мы берем просто обыкновенные грабли и приминаем ботву будем как бы надламывать эту ботву ложить где-то где-то вот ну вот вот так туда туда сюда мы ложим на покажу чуть позже как это делается раскладываем 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 приминаем борозды применяли борозды знаете это будет способствовать что все питательные вещества которые находятся в ботве они все будут идти к нашему клубня к нашим клубням а раз им идти к нашим клубням наши клубни будут более полновесные и будет скорее созревать ну копать картофель вот так даже на семена или на продовольствие вредительного хранения в таком состоянии нельзя почему нельзя потому что ботва должна быть чтобы клубни хорошо хранились она должна увянуть увядания ботвы должно быть полное она должна остаться сухой ну не всегда получается бывает конечно в разных регионах даже у нас в беларуси не говоря уже о других регионах бывает такое что август дождливый сентябрь дождливый и ботва не хочет увядать ну ботва не хочет увядать и как бы уборка картофеля затягивается что я могу посоветовать из своего опыта и своего опыта я могу посоветовать следующее. Если она не хочет увядать сама по себе, то есть, ну, биологически, значит, мы ее заставим. Заставить увядать бату картофеля можно двумя путями. Ну, первое, просто-напросто скосить. Скосили, бату скосили, конечно, остаются коротенькие кусочки стебля, они уже, ну, питательных качеств отдадут клубням мало, но картофель будет созревать очень быстро. Ну, обычно такую операцию проводят за две недели до планируемой уборки картофеля. Если вы так сделаете за две недели до уборки картофеля, значит, ваш картофель, вот этот слой верхний, я потом тоже вам покажу, он еще пока мягкий, он еще такой лужчится, значит, если вы сделаете с кашем ботвы, он опробковеет, станет твердым, и картофель будет хорошо храниться. Ну, это такой, как бы, тяжелый путь, потому что косить это тоже не так, это легко. Приминать легче. Ну, следующее, что можно сделать, можно механически заставить, вернее, не механически, а химически заставить для того, чтобы наш картофель, значит, быстрее засыхал. Что мы берем, используем? Мы берем такое удобрение, как сульфат калия. Берем сульфат, берем сульфат калия, вот 300-400 грамм на 10 литров воды, раствораем, и с оприскивателем обрабатываем весь наш картофель. Через два дня буквально он весь почернеет. Он почернеет. Ну, это не фитофтора, это просто ожог от удобрения. Калий, значит, на качество клубней не влияет. Они даже после такой обработки становятся даже качественным гораздо лучше, более крахмалистыми. После сульфата калия через неделю ваш картофель сохнет прямо на глазах. Через неделю сухой, его уже можно убирать. Но, и опять же, это не все. Если ваш картофель высох, ну, не забывайте, что он же подвергался в течение сезона различным болезням. Фитофтора та же самая, резактония, они как бы вот сидят и пока дремлют, чтобы напасть на наш картофель. Особенно, когда дождливая погода, поэтому эти все болезни, они начнут как бы заходить туда в клубни, повреждать наши клубни. Давайте будем защищать урожай. Защищать урожай очень просто. После того, как картофель у вас подсох, где-то за 2-3 дня до уборки, обработайте ваши посадки картофеля триходермой профит. 100 мл на 10 литров воды и прошли обильно-обильно, побрызгали. Ну, стараться, конечно, брызгать не верхи, а стараться брызгать ближе к надземной части. Надземная часть картофеля, гребни брызгать, вот именно там находится вся инфекция. Триходерма профит за 2-3 дня, значит, она эту самую инфекцию почистит. Почистит эту инфекцию, и ваши клубни не будут заболевшими, и во время хранения они не будут больше загнивать. Так что возьмите это также на вооружение. Ну, а сроки оптимальной уборки. Оптимальная уборка картофеля начинается у нас в условиях Центральной Белоруссии 25 августа. Конечно, есть регионы где-то, ну, конечно, это не Белоруссия, это где-то более северные регионы России, там уборка начинается, может быть, и раньше, и уже 15 августа, и 10 августа. Поэтому там что необходимо сделать? Там необходимо картофель заставить, для того, чтобы он как бы скорее дозрел. Как, чтобы он дозрел, я уже вам рассказал. Как ускорить, я он тоже рассказал, как ускорить картофель для созревания. Ну, а дальше, если вы сделаете так, как я вам говорил, то есть или механическим путем сделать пригибание ботвы, или химическим путем обработка сульфатом калия ваших посадок, ну и дальше опрыскивание препаратом триходермой профит, значит, вы собираете хороший, здоровый урожай картофеля, который будет хорошо храниться до следующего урожая. Не поляните, сделайте эту работу сейчас. У вас будет меньше проблем осенью и зимой, и весной по переборке картофеля. У вас картофель будет качественной и будет храниться очень хорошо. Если мои советы были вам полезны, значит, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал про цветок и посещайте наши магазины. До свидания! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон» Субтитры подогнал «Симон»